Друзья, всем привет! С вами Сергей Черков. В этом видео мы поговорим о том, как можно сделать текст по кругу, либо по другому какому-то пути, либо какой-то кривой. На самом деле, в Figma это делается очень просто. Используется специальный плагин, о котором мы поговорим. Также мы сделаем небольшой пакет главной страницы с прекрасной графикой. И даже сделаем небольшую анимацию, которую можно применять, например, для какой-то красивой кнопки. То есть она будет у нас так красиво прокручиваться. Друзья, не забываем подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. И, конечно, ставить лайк под этим видео для того, чтобы поднимать его в ютубчике и другие мои видео тоже. Поэтому давайте не будем затягивать. Погнали! Итак, я уже сделал небольшую заготовку. У нас есть, собственно, экран наш, в котором будем размещать макеты. Есть фотка и есть текст. Давайте приступим к макету. Что нужно сделать вначале? Давайте я хочу перекрасить. Сделаем вот такой вот какой-то фон, например. И дальше мы создадим форму для нашего портрета этой девушки. Я использую эллипс и делаю какую-то вот такую яйцеобразную штуковину. Давайте поставим здесь 360 по ширине. И, например, пусть у меня будет 600 по высоте. Примерно вот так. Далее мне необходимо вставить фотографию в этот эллипс. Что я для этого делаю? Ну, я хочу использовать маску, поэтому я увеличу нашу фотографию и размещу ее на эллипсе моей. Теперь я выделяю эллипс и фотку и нажимаю создать маску. Теперь у меня вот так получилось красиво. Я могу теперь ее в любой момент подвигать и изменить так, как мне нужно внутри моей маски. Для того, чтобы мы могли дальше нормально работать и нам не мешала маска, давайте мы объедим ее в группу. И теперь пойдем к дизайн-элементам другим. Будем наводить красоту нашего макета. Выбираем эллипс и создаем еще один такой вот вытянутый элемент. Размещаем его примерно вот так. Чуть больше его делаем. На глаз сейчас я все создаю. И теперь я убираю заливку и добавляю строк. И перекрашиваю в белый цвет. Вот так. Теперь я хочу разместить этот эллипс под моей картинкой. Видите? Вот таким вот образом. Далее я делаю копию. И теперь я делаю как раз заливку белым цветом. Убираю строк. Делаю заливку белым цветом. И выставляю прозрачность. Ну, пусть будет, например, 10%. И поворачиваю его вот так примерно. Ну, может быть, так. А вариант, который был с обводкой, я еще немного потяну. Ну, и получается вот такой вот примерно макет. Слишком ровно, мне кажется. Хочется еще немножко его повернуть. А это немного сдвинем. Вариант с обводкой немного сдвинем вниз. Ну, примерно вот так. Пусть будет. Теперь хочется создать красивую звездочку. Которая у нас будет вот здесь находиться. Для этого нам понадобится элемент звезда. Выбираем стар. Создаем такую звездочку. И здесь есть такая небольшая фишка. Это количество граней нашей звезды. С правой стороны мы видим сейчас их 5. А мы хотим поставить, например, 40. И у нас получается уже вот такой вот интересный элемент. Похожий на морского ежа. И дальше у нас есть следующая здесь позиция. Написано 38%. Это рейшо. Мы его уменьшаем. И ставим, например, пусть у нас будет 8%. Теперь перекрашиваем нашу звезду в белый цвет. И переносим на наш макет. И получается вот такая вот интересная штуковина. Единственное, что мне кажется, слишком много граней. Давайте их чуть уменьшим. Ну, сделаем, например, пусть он будет там 24. И рейшо поставим, например, вот так 6%. У нас получилась уже вот такая вот интересная штука. Теперь нам нужно разместить логотип. И наш бургер. Давайте мы возьмем его из предыдущего макета. Просто я его скопирую отсюда. В рамках такой демонстрации. И размещу непосредственно сверху. Я просто закопипасил. Command-C, либо Ctrl-C, Ctrl-V. Command-V. И оно вставилось на том же месте, где было на предыдущем макете. Так как у меня был выбран мой фрейм. Теперь переходим к самому интересному. Это создание текста по кругу, либо по кривой. Да, какой-либо. Давайте начнем с вот этого текста большого. И возьмем заготовку. Что мне нужно сделать? Мне нужно выбрать перо. И с помощью пера я рисую какую-то кривую линию. Вот такую вот какую-то кривую штуковину хочу нарисовать. Вот так, например. Она пойдет. Сейчас не имеет абсолютно никакого значения, как она выглядит. И оставим, как она есть. Вот такая вот форма. Единственное, что я могу немного ее так повернуть. Тут уже будем играть. А теперь мне необходимо выбрать текст, выделить. И выделить эту кривую мою. Вместе с зажатым шифтом выделяем. Захожу в плагины и выбираю плагин to pass. Ссылочку я прикреплю обязательно на этот плагин внизу в комментариях к этому видео. Так, открывается окошечко. Здесь, в принципе, все интуитивно понятно, что делать. Но для того, чтобы видеть, что происходит, нам необходимо нажать на кнопку link. Нажимаем link и смотрите на магию. Итак, мы видим, что у нас произошло. Уже текст приобрел форму некую, да, вот этой кривой. И теперь мы можем здесь еще немного поиграть. Например, там подвинуть offset, да, разместить тут по вертикали, либо по горизонтали сдвигать, да, немного от этой кривой. На самом деле, когда мы будем делать круг и текст по кругу, это будет более заметно. Но пока оставим так. Закрываем. Мне понравилось, что получилось. Теперь я могу вот так вот его подвинуть. И мы видим этот текст. Этот нам не нужен. Мы его можем удалить. И здесь я хочу удалить эту кривую. Просто выбираю ее с зажатым командом, либо control и нажимаю delete. Теперь у нас получилась вот такая вот красивая форма. Мы ее переносим сюда, в наш макет, и перекрашиваем в белый цвет. Смотрите, как круто это уже выглядит. Уже что-то такое необычное, дизайнерское, да, эффектная штучка. Такая, как с красивых и модных сайтов на АВВ Awards. Давайте сдвинем немного правее. И звезду тоже мы, собственно, подвинем и разместим вот здесь. Далее, что нас интересует? Далее нас интересует непосредственно вот эта кнопка, да, которая будет, естественно, ввести на мой канал. Давайте создадим кружок. Используем ellipse, горячая клавиша O. Создаем кружок. Я хочу его создать небольшим. Где-то вот примерно такой. Должен быть величины. Примерно так. Теперь я... Нет, давайте чуть побольше сделаем. Мне кажется, текст будет сливаться, да. Ну, примерно вот так, на глаз. Выделяю текст и мой ellipse, круг. Заходим в Plugins и выбираю 2Pass. Выбираю 2Pass, нажимаю link и бум. Смотрите, оп, он сразу у меня встал четко по моему кружку. Но он, видите, находится текст, как бы по... Идет по окружности, да. Но я хочу его немного сдвинуть, чтобы он был как бы вне, да, его. То есть, вот, не этого круга, поэтому мне нужно его подвинуть и написать, например, единичку поставить на Vertical Align. Теперь я нажимаю Enter. Все, я преобразовал то, что нужно. Удаляю лишний текст. Здесь я поворачиваю его, как мне хочется. Допустим, я хочу вот так оставить. И убираю, конечно же, этот круг. Зажимаю Command, либо Control и нажимаю на этой фигуре и нажимаю Delete. Теперь у меня вот такая вот штука получилась. Перекрашиваем в белый цвет. Наш макет уже выглядит довольно интересно, но давайте добавим ему немного изюма. И создадим анимацию по клику. Что нам для этого нужно? Мы переносим назад наш текст, выносим его с макетом. Он у нас находится в группе. Теперь мы создаем фрейм для этого элемента. Создали фрейм, переименовываем его. Собственно, мы сейчас создадим интерактивный компонент. Более подробно о том, что такое интерактивные компоненты, вы сможете увидеть у меня на канале в других видео. Ссылочки будут наверху. Итак, переименовываем его. Пишем, например, bt какой-то, да, 0,1. Теперь мы копируем. И здесь мы переименовываем теперь в 0,2. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно зайти внутрь этого фрейма и развернуть наш элемент. Мы его поворачиваем вот таким вот образом. И теперь мы объединяем оба этих фрейма в Component Set. Выбираем здесь создать Component Set. Собственно, у нас появляется с вами компонент с двумя вариантами. Теперь заходим внутрь нашего компонента. Выбираем прототип и делаем линковку со вторым фреймом. По клику Change Tool, Smart Анимация и, допустим, 1000 миллисекунд. Что у нас теперь получается, друзья? Мы копируем этот элемент. С зажатым альтом переносим его назад на наш макет. И здесь, допустим, размещаем его по 30, примерно по 30 пикселей от правого и нижнего края. Заходим в наш прототип и смотрим, что у нас получилось. Смотрим. Нажимаем на наш элемент и видим, как круто прокручивается. Видите, оно не возвращается. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем вернуться назад в наш компонент. Перейти в режим прототип. Выбираем наш второй фрейм. И делаем линковку на первый. Причем мы его делаем не On Click, а After Delay. И здесь мы выбираем, например, ставим на 100 миллисекунд. Нажимаем Enter и смотрим, что у нас получилось. Теперь мы перезагружаем наш прототип. Нажимаем R. Кликаем. И теперь он автоматически вернется. Вот так мы можем создавать очень крутую анимацию на нашем сайте. Еще давайте добавим парочку интересных элементов, а именно проявления. И мы скопируем наш фрейм с зажатым альтом. И теперь на первом фрейме, то есть у нас же будет первый и, собственно, это второй, да? Мы сделаем линковку с первого на второй. Вот таким вот образом. И здесь сделаем не сразу, а After Delay. И поставим, допустим, давайте 200 миллисекунд. И из InZone Smart Анимация. И здесь мы поставим, давайте, 500 миллисекунд. И здесь мы сделаем из In и из Out. Нажимаем Enter. Теперь что нам нужно сделать, друзья? Нам теперь нужно, смотрите, сдвинуть наш портрет девушки с вот этими элементами графическими, которые находятся сзади. То есть мы можем их вот таким вот образом выделить и передвинуть вниз. Либо выделить их отдельно, да, например, вот так. И теперь мы их сдвигаем вот так вниз. Причем мне необходимо сделать, выдвинуть их за границы фрейма. И я хочу вот этот фон сдвинуть еще ниже. Ну, примерно на глаз я его сдвигаю. И девушку мы, соответственно, тоже сдвинем вниз вот так вот. Выдвигаем. Более подробно и другие примеры классных анимаций, слайдеров вы сможете посмотреть то, что у меня на канале. Так, теперь смотрим, что у нас получилось. Заходим. Так, и делаем. Оп. Вот такие вот анимации у нас появляются. То есть она выезжает у нас красиво. Да, но и не слишком быстро, да. Давайте мы сделаем здесь не 500, а 1000. Поставим. И что мне нужно еще делать? Ну, я вернусь назад в дизайн первого фрейма. Уберу клип контент. И здесь я хочу подправить так, чтобы у меня вот этот портрет с девушкой, он выезжал первым, а потом выезжали остальные дизайн элементы. И, собственно, мне их нужно еще ниже опустить. Вот я хочу вот так вот прям их сдвинуть вниз. Да, уйдут они. И вот этот элемент, который у нас залитый был цветом, я еще ниже его сдвину. Это сделано для того, чтобы они как бы поэтапно появились. Здесь, да, и мы можем даже его повернуть вот так, допустим, да. И вот эта штука, ну, давайте мы ее тоже повернем. Вот так примерно. Смотрим, что получилось. Перезапускаем прототип и оп, смотрите, как классно. Видите, оно получается как-нибудь с небольшой задержкой из-за того, что они были на разном расстоянии друг от друга. И, собственно, здесь анимация нашей кнопочки тоже работает. Друзья, я надеюсь, это было интересное и полезное видео для вас. Поэтому не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы не пропустить другие полезные и интересные видео. А с вами был Сергей Черков. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok